Владислав Жуковский В этом ролике он остановился на неутешительных для Единой России социологических опросах, причем проведенных провластными структурами. И данный ролик на указанном канале легко посмотреть. В частности, Элла Панфилова недавно заявила, что рассматривается вопрос переноса с 19 сентября на конец октября. Она объяснила это тем, что в этот период у школьников каникулы, и голосование, которое в основном проводится в школах, будет провести куда легче, учитывая, что оно теперь трехдневное, если выборы будут в октябре. Потом пошли публикации, что выборы вообще могут перенести на конец года. И причина этого понятна вполне. Недовольство людей все растет. Самое же главное, оно недавно резко возросло в связи с попытками власти провести принудительную вакцинацию. По опросам, 65-70% россиян за вакцинацию добровольную. И протестное настроение здесь не просто растут, а резко растут. Рейтинги же «Единой России» по оценке самых провластных социологических служб, включая ВЦУ, упали уже ниже даже чем на 30%. Ниже 30% вернее, извиняюсь. Вот как сказал об этом Владислав Жуковский. По социологическим опросам, рейтинги доверия «Единой России» упали ниже 30% даже по оценке самых провластных социологических служб. То же самое и в ЦИОМ, и ФОМ показывают, что рейтинги ниже 28 и 27% соответственно. Причем там якобы социологическая выборка хорошая, 4000 человек у Фонда общественного мнения раз в неделю опросы, 1600 человек у ФЦУОМа ежедневные опросы, значит телефонные опросы, анонимные телефонные опросы, мобильные телефоны, стационарные телефоны, там погрешность 1-2%. И даже они показывают, что у «Единой России» рейтинг валится на самое дно, на самое днище. И в этой ситуации проводить выборы – это просто не смерти подобно, это катастрофа, это может быть просто тотальное обнуление. Жуковский полагает, что все дело в том, что власть начала понимать, что для нее становится нереальным выиграть выборы даже нечестно. И именно поэтому начались вот эти вот информационные сбросы. Вместе с тем он считает, что на перенос выборов власть не пойдет. И не пойдет по простой и очень банальной причине. Она не хочет делиться с народом даже небольшими деньгами. Они уже сейчас собрались дать населению кое-какие подачки. И именно 10 тысяч рублей на детей и 5 тысяч рублей на сбор детей в школу. И возможно будут еще подачки. И ясно, что все это делается в связи с выборами. Но это им нужно делать только в течение двух оставшихся месяцев. Если же выборы перенести на более поздний срок, то и подачек придется делать больше и, соответственно, машину трясти сильнее. Они собрались повышать цены, повышать коммуналку, повышать налоги, а вместо этого на тебе. Нам еще с вами приходится и деньги дать. Конечно, это власть категорически не устраивает. И Жуковский уверен, что именно эта жадность власти погубит. В конце ролика он также выразил уверенность, что народ уже поумнел. И его теперь уже не удастся купить мелкими подачками. И власти поэтому не смогут помочь даже фальсификации. Тем более, что по его мнению сформировалась мощная коалиция левых и патриотических сил. И они способны выставить очень и очень много наблюдателей. А именно поэтому власти и не удастся выиграть выборы даже нечестно. Что здесь можно сказать? Конечно, у нас не Беларусь. И наблюдателей от оппозиции по всему будет очень много. Кроме того, невооруженным глазом видно, что конфликт между КПРФ и властью нарастает. Я уже говорил о том, что согласен. С мыслью, что КПРФ никакая не партия. Это одна из ширм, прикрывающая номенклатурную, ну или если говорить современным языком, политарную систему в нашей стране. Но сейчас хорошо видно и другое. Все больше и больше рядовых коммунистов понимают, что Зюганова компания и Путина компания – это одно и то же. И в КПРФ вполне возможны серьезные перемены, которые приведут к властью людей снизу. И людей, настроенных радикально. Людей вроде Николая Бондаренко. И Зюганова компания уже вовсю начали лавировать. Между Путиным и компанией, и этой, скажем так, набирающей все большую силу потенциальной оппозиции в КПРФ. Вместе с тем, оптимизма Жуковского я не разделяю. Полагаю, что Путина компания либо все же перенесут выборы, либо, как говорят в народе, в наглую их сфальсифицируют. Но есть вопрос, что будет дальше. Примет ли народ наглые фальсификации в пользу Единой России? Здесь пока можно сказать только одно. Вероятность того, что не примет, все нарастает. Россия не Беларусь. У нее нет великого соседа, великого северного соседа, который может поддержать рушащийся режим большими деньгами. Уже говорил, режим Путина может спасти только одно – взятие под тотальный контроль интернета. Все, других вариантов здесь нет. В любом другом случае путинский режим обречен. Политарная система может адекватно существовать только в условиях информационной блокады. Но у Путина и компании нет денег на создание российского аналога, китайского фаервола. Думаю, что самое важное и самое интересное событие будут не на выборах, а будут либо после них, либо, скажем так, вместо них. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!